Варианты окрашивания айсинга. В первом случае делаем контур и заливку одного цвета. Для этого базу перекладываем в отдельную емкость и окрашиваем в столько цветов, сколько вам надо. В кондитерский мешок кладем несколько чайных ложек окрашенного айсинга и подписываем, чтобы не спутать с заливкой. Оставшийся айсинг разводим водой до нужной вам консистенции. В данном случае у меня заливочная. Такой процесс занимает много времени, но контур и заливка одного цвета делают ваши пряники более аккуратными. При бесконтурной или объемной заливке берем большую массу айсинга белого цвета и сразу же разводим водой до нужной густоты, а уже после этого раскладываем его по отдельным емкостям и окрашиваем. В данном случае в начале я отложила белый айсинг, а остатки окрасила в телесный цвет. И таким образом сэкономила массу времени на доведение каждого цвета до нужной густоты. Теперь у вас есть время на чашечку кофе и лайк мне.